Заключённая 2978 по решению суда отправляется в подводную тюрьму строгого режима. Внимание, эвакуация! Срочно всем собраться на спасательной подводной лодке. Внимание! Эвакуация! Срочно всем собраться на спасательной подводной лодке! Внимание! Эвакуация! Срочно всем собраться на спасательной подводной лодке! Как вы относитесь к нестандартному интеллектуальному отдыху, хотели бы именно так провести свой выходной день. Мы попробовали и уже готовы поделиться впечатлениями. Селям алейкум, я Львина Меметова в эфире Крымомания. Сегодня в выпуске детективное расследование номер 199, сказочная страна чудес, жизнь в заключении и здоровенный карт на крючке у Крымомании. Еще больше интересного смотрите далее. Разбавить рутину, ощутить адреналин, страх и радость в одно время, стать частью приключений. Все это мы предлагаем вам сегодня пройти вместе с нами. Новое популярное в мире игровое развлечение доступно и в Крыму. Квеструм. Квест в реальности. Слышали о таком? Квест это сюжетная игра, в которой представлены различные ситуации, выбраться из которых нужно, используя лишь смекалку. А разгадывать тайны, искать подсказки, это весьма увлекательно и захватывает всех. Итак, друзья, мы вместе с вами останемся запертыми в комнате. Нет, это не страшно. Наоборот, весело и качает ум. Найти выход — главная задача игроков. Как вы думаете, сколько на это все дается времени? 60 минут. С одной стороны, много, но это вовсе не так. Ценность каждой минуты понимаешь, когда в поте лица пытаешься найти хоть какую-то зацепку в игре. Проявляйте свои способности, соревнуйтесь на время, найдите как можно больше ключей и станьте победителем. Уверена, можно сказать, что такие игры будут по душе каждому, независимо от возраста. И это отлично разгружает рутину, ведь начиная квест погружаешься в другой мир. Расскажите о квест-комнатах. Какие сюжеты можно пройти? Сейчас у нас существует 4 квест-комнаты на разную тематику. Первая — это побег из тюрьмы. Это очень антуражный квест. Можно погрузиться в атмосферу реального побега из тюрьмы. Существует лаборатория профессора. Также Алиса в Зазеркалье по мотивам сказки. И самый новый квест на данный момент — это Шерлок Холмс. Он у нас самый сложный. И по мотивам сериала — детективный квест. А что будет, если человек не пройдет квест? Все ребята выбирают, и все команды остаются довольны. В случае, если вдруг с чем-то не могут справиться, мы помогаем. Нравится ли крымчанам такое современное развлечение? Кто вообще приходит к вам сюда отдохнуть? У нас отмечают дни рождения, проводят корпоративы, даже предложения ребята своим девушкам делают. Из-за того, что существуют разные уровни сложности в квестах, к нам ходят и взрослые, и подростки, и с взрослыми даже могут дети посетить наши квесты, и им тоже будет интересно, каждый найдет свое задание. Планы на будущее раскройте, будут ли открываться новые квест-комнаты. Да, сейчас у нас готовится пятая комната, это будет Тайна Фараонов, мы там уже очень ждем в предвкушении. У нас есть ребята, которые посетили уже все четыре квест-комнаты у нас, и они тоже уже очень ждут, когда откроется следующий, и в скором времени они уже смогут его посетить. Хорошо, ну а пока мы ждем очередной интересный квест, пойдем разгадывать другие тайны. Так, а вот с какой комнаты бы начать, это уже другой вопрос, сложный, но радует то, что сегодня у нас есть возможность попробовать все квесты, так что не будем терять время. Загадочное дело номер 199. Убийство смотрителя музея и кража картины. Преступник играл по-крупному, но нам предстоит раскрыть его и разобраться со всеми странностями. Идеальное преступление. Так называется наш первый квест. Он детективный, и здесь, кроме того, что просто выполнить задание, нужно еще и провести настоящее расследование. Здесь я в роли литературного персонажа Шерлока Холмса. Буду применять детективный метод. Сначала найдем все факты и улики, а после полностью раскроем картину преступления. По легенде квеста Шерлок узнал имя преступника и собирался сообщить в полицию, но вечером на него напали, и теперь он ничего не помнит. И мы находимся в его квартире неспроста. Именно нам нужно восстановить цепочку действий детектива и выйти на связь с инспектором. Ну что, друзья, дело-то у нас не совсем простое. Здесь несколько подозреваемых, и нужно узнать, кто же из них главный преступник. А вот тут сам Шерлок оставил нам подсказки. Так что, думаю, разгадать эту тайну будет не так уж и сложно. Первое упоминание знаменитого лондонского детектива было в повести Артура Конан Дойла «Этюд в багровых тонах». Он полюбился многим. А после выхода известного сериала «Шерлок Холмс» его популярность возросла еще больше. И, кстати, номер этой комнаты, а также интерьер идентичен с сериалом. Недавно смотрела фильм «Клаустрофобы». Там тоже ребята собрались, чтобы пройти квест и получить за него большие деньги. В итоге их игра оказалась игрой на выживание. Это все фантазия сценаристов и у нас не так опасно. Хотя эта стена очень даже напоминает эпизоды с фильма. По итогу вы определите, кто виновен, а кто нет. А мы готовы двигаться дальше. Но вы же не думали, что мы прям полностью покажем, как прошли и разгадали квест? Зачем? Так ведь неинтересно будет в первую очередь тем, кто решит прийти сюда и сам сыграть. Также сегодня для развлечения человека придуманы виртуальные квесты. Там нужно искать предметы с помощью различных подсказок. Играть можно круглосуточно, но вживую ведь интереснее, согласны, тем более, когда находишься в компании своих друзей. Ну что, теперь приоткроем дверь другой зачарованной комнаты. Зазеркалье. Сон или реальность? Кажется, мы провалились в глубокий колодец. А теперь нас ждут приключения Алисы в стране чудес. Кстати, дата первой публикации сказки – 1865 год. Учитывая, что ее сочинял математик, прибегая к различным лингвистическим и арифметическим шуткам, этот квест точно будет веселеньким. Считается, что это место, куда легко попасть и трудно выбраться. Но мы попробуем. Наша цель – пройти по пути Алисы. Про Алисы ведь и фильм сняли. Приключенческий, фэнтези. У режиссера Тима Бертона девочке уже 19 лет, и на ее судьбу приходится много испытаний, в том числе и сражения с драконом. По легенде, только убив дракона, получится выбраться отсюда. Но он же такой вроде миленький. Но чего не сделаешь ради победы. Вот так погонишься за зайцем, а точнее в этом случае за белым кроликом, и попадешь в воображаемый мир фэнтези. Но если честно, я тут вообще ничего не понимаю, и мне как-то не по себе. В этой комнате и правда все такое сказочное, и сразу видно, работал над дизайном человек с бурной фантазией. Вы только посмотрите на необычную роспись стен. Главное запомните надписи «Выпей меня» или «Съешь меня». Игнорируйте. Мало ли что организаторы тут придумали. Этот квест пола неожиданностей и ярких моментов. Шаг за шагом здесь становится интереснее. Так сказать, затягивает. В такой маленькой комнатке можно поиграть в огромные шахматы. Мне очень нравится. И интерьер даже так соответствует. Необычно. Прикольно. Друзья, кажется, я нашла свое место. Это трон королевы. Рядом мой сундук с сокровищами. Как же хорошо все-таки жить на белом свете. Разумеется, здесь, как, впрочем, и всюду, тоже есть свои правила. Для посетителей наклеены предупредительные знаки. С изображением руки можно осмотреть предмет. Знак «Стоп» трогать запрещено. И предмет не имеет отношения к игре. Такие квесты помогают человеку и в реальной жизни. Развивается логика, память, воображение и внимательность. Решается ряд социальных и психологических проблем. Наши с вами развлечения относятся к жанру «реальный квест». На первом плане стоит полное погружение в игру. Между собой связаны воедино декорации, сюжет, персонажи и другие элементы комнат. В таком квесте важно пережить весь сюжет от начала и до конца. Квест-рум – это сегодня популярное развлечение для компаний, которое есть и у нас в Крыму. А сертификат на игру будет отличным подарком для друга. Как думаете? А это, мне кажется, самый волнительный квест. Ведь, заходя сюда, вы автоматически становитесь заключенным, которому грозит казнь. Но есть шанс на выживание. И время пошло. Есть один час, чтобы успеть спастись. Это тюрьма строгого режима. Раньше в этой и соседней камерах сидели заключенные по имени Япончик и его друг. Они, как мы видим, успешно сбежали и оставили план своего побега всем, кому не посчастливится сюда попасть. Мне кажется, тюремная камера – это не самое лучшее место для отдыха, раз уж мы сегодня начали говорить о том, как провести время. Но как в виде игры прочувствовать жизнь заключенного вполне можно. Ну, это очень реалистично. Все такое мерзкое, как и положено быть в тюрьме. Я думаю, этот квест проходит быстро. Хотя бы из-за того, что очень хотят выбраться отсюда. Разгадать все тайны, узнать секреты каждой из комнат – это очень интересно. И вот, когда все головоломки пройдены, начинаешь гордиться собой, что ты смог – ты молодец. Мы полны впечатлений. Это новый уровень ощущений. Будем приходить и играть еще. Друзья, понравился ли вам наш сегодняшний квест? Хотели бы вы прийти сюда с друзьями? Рассматривайте это развлечение как хороший вариант проведения досуга. Если да, то мы рады, что помогли открыть вам еще одно место, которое подарит массу эмоций и впечатлений. А если вы хотите отдохнуть на природе, то, пожалуйста, вариантов много. И сегодня мы вам покажем один из них. Для того, чтобы расслабиться и зарядиться новой энергией, многие предпочитают выбираться на дачные участки или уезжать в село. Но есть и другое место, не менее комфортное и не требует долгой поездки за город. К вашим услугам – рыбацкая деревня. Поскольку это деревня рыбаков, здесь уйма беседок, где можно расположиться и насладиться отдыхом. Давайте мы тоже обустроимся. Рыбалка Рыбалка – один из специалитетов Крыма и упоминается об этом во многих путеводителях. Туристы едут к нам именно за этим. К тому же у нас и морская рыбалка в доступе, так что разгуляться есть где. Обустроившись в беседке, их здесь, кстати, 20 со всеми удобствами, вы можете выбрать озеро, в котором начнете свой улов. Вся история человечества – это борьба за выживание, где главное – добыча пищи. И самый эффективный путь в этом – охота и, конечно же, рыбалка. Потому большинство поселений раньше размещалось именно у берегов водоемов. Разумеется, со временем человечество приходило к оседлому образу жизни, и значение охоты постепенно падало. Появились прирученные домашние животные. А вот с рыбой ведь так поступить было невозможно. И потому рыболовство всегда играло важную роль. И способы рыболовли с годами тоже совершенствовались. Как вы думаете, чем в далекие времена ловили рыбу? Между прочим, орудие труда было ничем не хуже сегодняшнего. А строгие трезубцы встречались даже примитивные крючки из камня, костей животных, а также колючих деревьев. Рыбалка как и тысячи лет, так и сегодня в приоритете. А вы любите так проводить время на свежем воздухе? Знаете, рыбалка это такой вид отдыха, который применим в любое время года и в каждом сезоне свои прелести. Кстати, а удочка-то, которая похожа на современную, нашим потомкам была известна еще 30 тысяч лет назад. Основу популяции рыб в озерах составляют карп, карась, сазан, щука и сом. В каждом озере, предназначенном для рыбалки, поддерживаются оптимальные условия для содержания рыбы и ее активного клева. И самое главное, все, что поймаете, ваше. А знаете, чего больше всего боятся рыбаки? Что вот этот крючок вместе с наживой зацепится за палец. Очень страшно. Редактор субтитров А.Семкин У рыбалки столько разновидностей. Подводная, проруби, спортивное рыболовство, нахлыст. Рассказывать об этом можно долго, но главное рыбу не спугнуть. И тут как повезет. Улов может приплыть к вам сразу, а может и придется ждать несколько часов. О, походу кто-то крупненький. Давай, давай, давай. Я поймала здоровенный карп, ребята. Это рыба моей мечты. Огромный, сочный карп. Класс, тяжелый такой. Ху-ху, помогите, ведро. Здоровенный карп. Рыбный промысел в Крыму богатый. Каждый сезон мы показываем хорошие результаты по добыче рыбы. Почему мужчины настолько любят рыбачить, нам, девушкам, наверное, никогда до конца не понять. Да, это прикольно. Сидишь, ждешь хорошего улова и радуешься, когда он есть. Выбираешь наживу, общаешься с друзьями. В этом есть свои прелести. Рыбачить мне понравилось, тем более уже не впервой. Но я больше предпочитаю рыбу употреблять в пищу, чем ожидать ее у берега. Мы сегодня хорошо потрудились. Пришло время вкусно поесть. Редактор субтитров А.Семкин Люблю я рыбу, особенно нашу. Это экологически чистый продукт. Ну, как видим, карпа мы его приготовили, так что теперь пришло время его отведать. Кроме того, что здесь аппетитно, это уютное место, которое подходит и для праздников, и для душевного общения в компании. Попробуйте рыбные деликатесы и пальчики оближете. Люблю я отдых на природе. Здесь все так красиво, так гармонично. А база семейного отдыха «Рыбацкая деревня» радует, что расположена недалеко от города. Ну что же, продолжаем отдыхать и наслаждаться. Пожалуй, ничего лучше нет, чем времяпровождение на природе. Согласны? Так чего вы ждете? Скорее собирайтесь и вперед отдыхать на свежем воздухе. Такой активный отдых нравится многим. В первую очередь это положительные эмоции, особенно у меня. Сегодня я поймала такую большую рыбу. Ну и напоследок можно покормить благородного лебедя и маленьких уточек хлебом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Давайте любить и изучать наш полуостров вместе. Ждем предложения с вашими интересными достопримечательностями по этим адресам. Пишите то, куда хотелось бы вам поехать. И уже в следующий раз мы вместе расскажем всему миру. И это в Крыму. Субтитры создавал DimaTorzok